В детской клинической больнице Шимкента открыли интерактивный учебный класс. По соседству с больничными палатами теперь можно играть в шахматы и шашки, собирать роботов, а также изучать английский язык. Импровизированную школу организовали для детей, находящихся на длительном лечении. Катерина Попкова расскажет о тех, кто тянется к знаниям и верит, болезнь отступит. Вот читаем, на третью подключаете вот это запчасти, да? В этом классе дети с непростыми диагнозами, но здесь они забывают о болезни и быстрее восстанавливаются после тяжелого лечения. В такой школе не ставят оценок и не задают домашние задания. Главный и лучший показатель для педагогов – это положительные эмоции. Помимо лечения, всех лечебных процедур, они отвлекаются на такие учебные мероприятия. Здесь очень много, например, занятий, и дети, когда выходят отсюда, у них поднимается настроение. Пока идет лечение, у многих оно длится месяцами, вместе строят удивительный мир. Восьмилетний Адильхан в больнице находится больше 20 дней. Чтобы не отстать от учебы в обычной школе, посещает эту. Фантазирует, собирает роботов, смеется и верит. Болезнь отступит. С радостью ребенок ходит уроки, ему нравится, потом веселым возвращается. Думаю, быстрее пойдем на поправку. В начале учебный класс открывали для пациентов отделение онкогематологии. Медики заметили, маленькие пациенты стали лучше себя чувствовать. Выздоравливают и своим примером показывают. Невозможное возможно. Сейчас школу при больнице стали посещать все, кто на длительном лечении. В первую очередь это, конечно, на здоровье отражается. Мы же говорим, что врачи, если с нежностью, с теплотой поговорят, то это уже половина лечения, правильно? Вот я считаю, что это примерно такое. Ну и кроме того, это передовые технологии, именно, скажем так, реабилитация детей, чтобы они быстрее выздоравливали. Мы же говорим, что они здесь и будут играть, и интерактивно обучаться. Поэтому это дает возможность быстрее им вылечиться. Каждый год здесь придумывают новые проекты, чтобы добрых историй стало больше. Когда по больничным коридорам ходят аниматоры, а стены кабинетов стараются украсить ярче, совсем не думается о плохом, признаются родители. А когда соседняя кровать пустеет, потому что кто-то уехал домой здоровый, многие болезни уже не кажутся приговором. Катерина Пакова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шемкент, Хабар, 24.